Библейский портал экзегет.ру представляет Дорогие друзья, братья и сестры, добрый день. Мы сегодня читаем книгу пророка Амоса с порталом экзегет.ру и тема нашего сегодняшнего с вами разговора – пятая глава этого сочинения. Итак, повторяется то, что мы читали уже в этом сочинении, а именно плач автора этого текста и Бога тоже, о том, что будет с Божьим народом, с Северным царством, с Ефрем, как называется в этом документе Северное царство. Вот то, что ждет этот регион, то вызывает у автора плач. Поэтому жанр пятой главы – это жанр для Библии, привычный свой жанр плача. В чем тонкость или в чем острота этого жанра вот в этом месте сочинения? И в то время, когда сочинение формировалось, и появлялись его первые какие-то зафиксированные формы. А в том, что Израиль был еще жив. И время было довольно неплохое. Правил Иеравам II – это был последний рассвет Израиля, всплеск его могущества, влияния, богатства перед грядущим, приближающимся кризисом. И вот можно понять абсурдность ситуации и оскорбительность поведения пророка Амоса, когда он изливает плач, как о покойнице, как об умершей, используя образ женщины, девицы, девы. И под этой девой фигурирует сам Израиль. Конечно же, когда мы такого человека встречаем, который оплакивает как умершего живого еще человека или живую страну, мы обычно испытываем сильные и негативные чувства по отношению к этому человеку. Но такая задача пророка – спровоцировать, вывести из равновесия, пробиться сквозь большой пояс равнодушия, черствости, эгоизма, чтобы донести до человека Божью весть. Итак, читаем «Плач по Израилю», по девице Израилю, глава пятая. «Слушайте это слово, погребальную песню, я пою над вами, израильтяне». «Повержена дева Израиль, уже не подняться ей, на своей земле она брошена, никому ее не поднять». Вот немножко необычное для нас описание Израиля, как девы, как девицы. Хотя, впрочем, мы читали у пророка Осия, его известную метафору, и его известный образ. Бог – это муж, это мужчина, Израиль – это жена, это женщина. И жена обманывает, изменяет своему мужу, и Бог за нее на это гневается, очень сильно расстраивается. Здесь, получается, мы видим другую сторону этого же образа. Вот та самая дева, возможно, та самая изменяющая, обманывающая дева, но дорогая для Бога девица, она умерла, и ей больше не подняться. Так говорит владыка Господь, если какой израильский город выставит тысячу воинов, то вернется туда лишь сотня, если же выставит сотню, то вернется туда десяток. Показан масштаб грядущих потерь. Воистину девять десяток населения, он будет потерян, он будет рассеян, он будет депортирован, он как народ исчезнет. И останется то, что мы читали в главе четвертой, вот это такой сильный образ. «Ты, Израиль, как вытащенная из пламени, из печи головня». Было раньше дерево или какая-то была мебель, допустим, стул, и вот вытаскивают из костра кусочек, это головня всего лишь, поэтому этим образом показывается то, что лишь часть, лишь малая часть уцелеет и выживет. «Так говорит Господь израильтянам, обращайтесь ко мне, тогда вы будете живы». «Призыв к покаянию, условия выживания». Обращающийся к Богу, на него опирающийся, вот он выживет. «Не обращайтесь в Вифиль, Гелгал посещать не надо, не нужно ходить в Баршеву, Гелгал будет угнан в плен, Вифиль бедой обернется». В стихе пятом показывается то, что вы-то ходите, вы-то молитесь, но ходите не туда, ваше святилище полубожие, полубиблейские, полухананские, они вас не спасут, не спасут вас ни святилище в Вифиле, ни в Галгале, и даже вас не спасет Версалия. В этом стихе пятом есть такая игра слов, в русском переводе, конечно же, непонятная, она не ощущается, эта игра, но она есть. А именно, значит, город Вифиль, дословно это Бет-Эль, то есть дом Бога, вот. И в этом стихе обыгрывается значение этого слова и говорится о том, что то, что раньше было Вифилем, домом Бога, однажды окажется домом ничего, домом пустоты, домом ничего незначащего. Но замечу, что вот пустота, ничто, ничего незначащего, это есть на языке Библии указание на нечто нехорошее и языческое. Вот, то есть получается, что эти места, святилища вас, не спасут от грядущей неприятности. Обращайтесь к Господу, тогда будете живы, иначе как пламя он обрушит на вас дом, он обрушится на дом Иосифа и сгорит в Вифиле, никто не потушит. Продолжается одновременное описание грядущих бедствий, пожар, бедствия, катастрофы и призыв к покаянию. Но в чем же каяться? Да в чем же каяться, спрашивают слушатели Амоса и спрашиваем мы книгу этого пророка. И вот суть грехов и суть этого покаяния, ожидаемого Богом, она представлена ниже. А вот есть по Амосу суть преступления. Это есть то, что социальная практика не соответствует вашему правильному богословию. Вы, возможно, на уровне теории все правильно понимаете. Помните и о Завете, помните и об Иосифе. Себя называете домом или краем Иосифа. Но что же, почему это никак не влияет на вашу социальную жизнь? И почему то, что должно общество исцелять от токсинов, освобождать, давать здравое, здоровье, а именно правосудие, справедливость, оказывается, написано в столе полынь, но на самом деле имеется в виду горькая трава. Ну, яд, трава, которая вызывает неприятные чувства, рвоту, а, возможно, гибель. Вы превращаете справедливость, справедливый правый суд в яд, в токсины. Создавший плеяды и орион, мглу превращающий в утро, а день в темную ночь, призвавший воды морские и разливший по всей земле имя ему Господь. Вот маленькое тут вкрапление, стих 8-9, как будто бы мысли прерываются, или, возможно, как будто бы начинает Амос говорить о пролохом, но слова о Боге, проставляющие и описывающие его, как будто прерывают его ход мысли. А кто же такой Бог, который призывает на суд свой народ? А вот он такой, он творец созвездий, он тот, кто превращает тьму в ночь, превращает тьму и ночь в утро. Он и делает день ночью, он владыка всего хода небесных светил, он хозяин над теми, кого считают язычники богами, над луной, над солнцем, над ветрами, над горами. Он владыка всего, он хозяин моря и всех морских, живущих в море, тварей и чудовищ. Имя ему Господь. Он гибель дерзкому шлет, и гибель вступает в крепость. От такого судей невозможно защититься, и крепость тебя у Израиля не спасет. Вы его ненавидите, того, кто в суде обличает, говорящим правду гнушаетесь. Ну вот описывается дальше тема суда, и тема суда это очень важный предмет для рассуждения во всей литературе ветхозаветной. Воистину судья, справедливый, непредвзятый, объективный, это есть проявление добродетели для ветхозаветного представления о добром или плохом. Это есть носитель праведности, это есть воплощение некоторых очень важных божьих качеств на земле здесь. Да, Бог это есть судья высший всего мироздания, объективный, справедливый, нелицеприятный. Но судья маленький, который на земле управляет, руководит судом, он может быть либо образом и подобием Бога, либо карикатурой на Бога как высшего судью. И вот выясняется, что какие-то есть, вот мы бы назвали, возможно, их какими-то правдоискателями, там, или, не знаю, адвокатами, или даже какими-то судьями, которые пытаются вот обличать зло в судах. Но вы, видите, ими внушаетесь. Эти люди у вас не в почете. Вы разоряете бедных поборами, зерно взымаете с них, как оброк. Вот что с вами будет за это. Дома из тесаного камня построите, да только в них жить не будете. Насадите славные виноградники, да только вина вам не пить. Ну, известная мысль для каждого верующего, богатство, основанное на неправде, на чьих-то слезах, на чем-то горе, на чьей-то цена, которого есть чье-то обнищание, оно вот на это именно обречено. Да, каменные дома будут, да, какие-нибудь виноградные усадьбы, какие-то поля тоже будут у вас, но это будет недолго, потому что это богатство однажды от вас уйдет. «Я знаю, как много у вас преступлений, как тяжки ваши грехи. Невинного гоните, взятки берете, вершите над бедным неправый суд». Это читаем порок Амоса о событиях 8 века до христианской эры. «Он это видит, и это он ненавидит». Итак, мораль этого стиха 12 очень простая. «Отбирающий необходимое у бедняка сам лишится всего». «Поэтому время придет такое, что даже мудрец утратит дар речи. Наступает мрачное время». И вот поднимается такая очень важная тема, тема Амосова, Амос этим очень активно занимается, тема Дня Господня, День Господень. И, наверное, в те времена были такие люди, такая, возможно, была официальная диалогия Северного, да и Южного тоже царства, о том, что, так сказать, мы народ Божий, с нами Бог, и поэтому никакие невзгоды, неприятности нам не страшны, нас они не ждут, потому что Бог о своих заботится. Наоборот, мы хотим Бога призвать, чтобы Он вмешался в историю, чтобы всех наших обидчиков наказал, а нас бы возвысил. И на самом деле этим часто руководствуются, так рассуждают многие христиане, наши современники. Ну вот, есть такая мысль, наступает мрачное время. И по мнению Амоса, для Израиля День Господень, Йом-Яхве, это есть время страшное, мрачное, печальное, время не свободы, а время порабощения. «Ищите добра, а не зла, тогда будете живы, тогда и Господь, Бог воинств, будет с вами, как вы говорите». Вот, видите, «будет с вами Бог воинств, как вы говорите». То есть такая была какая-то идеологема, поговорка или мысль, общественное представление о том, что Бог воинств с нашим воинством, поэтому никакие другие войска нам не страшны. И как будто Амос говорит, ну хорошо, допустим, так и есть, но просто вы-то не с Богом, вот у вас вот все это описанное выше присутствуют, неправедные суды, сверхэксплуатация, роскошествующие элиты и так далее. А раз так, то вы не с Богом, и Бог за вас не может заступиться. Отвергните зло, полюбите добро, справедливость в суде утвердите. Может быть, Господь, Бог воинств, пощадит остаток рода Иосифова? Вот еще одна тема, очень важная, которая охватывает почти все книги Ветхого Завета, и к концу формирования этого Писания она укрепляет, развивается тема остатка. И до сегодняшнего дня тема остатка, войдя в Новый Завет, влияет на христианское наше богословие и мировоззрение. Мы считаем себя людьми остатка, теми, кого Бог избрал из среды всех народов, Израиля, язычников. И вот мы этот остаток до сегодняшнего дня живем. Но эта тема, как выясняется, очень древняя, а именно одни из самых древних текстов Ветхого Завета уже эту тему содержат. Вот остаток. Но, впрочем, остаток тема для Амоса грустная, потому что, как мы читали в главе предшествующей, действительно, как это остаток? Это головня, вынутая из костра, когда почти все уже сгорело. Да, некоторые сохранятся, но все-то погибнет, все-то исчезнет. Поэтому так говорит Господь, Бог воинств, Владыка, плач погребальный на всех площадях, на всех улицах стоны, о горе, созовут батраков на поминки и плакальщиков на погребение. Огласить виноградники плачем, когда я пройду среди вас, говорит Господь. Опять начинается тема плача, погребального плача. Видите, поминки, погребения, плакальщики. Есть все элементы погребения. Когда кто-то скончался, кто-то умер. Вот. А почему смерть произошла? А вот почему. Среди вас я пройду. Так обещает Бог. И когда Бог проходит среди тех, кто против Него, как, например, было в Египте, тогда это очень грустная новость, тогда это очень угрожающее явление. Дальше будет стих 18, очень известный, часто фигурирует в литературе, в богословских текстах, в проповедях и так далее. Итак, читаем про Рокамоса, глава 5, стих 18. «Горе тем, кто мечтает о Дне Господнем. Зачем вам День Господень? Он тьма, а не свет». Мечтающий о том, что наш Бог, наш в кавычках Бог, придет и вступится за нас, на нашей стороне, что это наш Бог, и поэтому нам обязан, как будто бы нами захвачен, нами порабощен, как будто бы он заложник однажды данного им слова. Вот эти люди, они будут расстроены, они будут удручены, потому что у Бога есть свои планы, и Бога невозможно поймать, невозможно делать соучастником своих делишек. Воистину для вас, Израиля, для ваших элит, и из элит для всего народа в целом, это будет не свет, это будет тьма. Дальше будет очень яркий образ, и думаю, что многие слушатели этот образ знают, читали, вспомнят этот образ. Итак, читаем стих 19. «Как если бы бежал человек ото льва, и вдруг навстречу медведица, вбежала бы в дом, рукой коснулся стены, и тут укусила его змея». Ну вот образ очень комично печальный, просто воистину невезение за невезением. Итак, идет человек домой, видит льва, львицу. Львица хочет его съесть. Он от него бегает, думает, что бедствие кончилось, но нет, встречает его на пути медведица. А животные медведица, медведь, это считается наиболее опасно для человека, зверь. Это хищник, это всеядное животное, которое, впрочем, готово съесть и ягодку, и грибочек, ну и человека тоже. Но вот победа очередная. От медведя человек убежал, вбежал в дом, как будто крепко, закрывает ворота, думает, он спасен, касается рукой стены, но там выползает из какой-то щели змея и кусает этого человека. Смерть тебя у Израиля настигла, как бы ты от нее не пытался убежать. Так и день Господень, не свет, а тьма, беспросветный мрак. Вот описывается этими словами тот ужас, то разочарование, которое вызовет наступление Дня Господня, Дня Яхве для многих жителей Северного Царства. Дальше мы прочитаем известные слова, показывающие отношение к Богу, к лицемерной, к внешней набожности. Итак, вы тоже думаете, что эти слова много раз читали, перечитывали и так далее. Итак, Бог говорит, это слава Бога. Ненавижу, гнушаюсь праздниками вашими, не хочу вдыхать дым ваших праздничных жертв, приносите мне все сожжения, а я ваших жертв не приемлю. Режете лучший скот, а я и смотреть не хочу. Описывается то, что для Израиля религия выступает как подобие сделки. Вместо завета сделка. Мы тебе, Бог, вот это все, все сожжения, жертвы, лучший скот, сожженный хлеб. На, Бог, ешь, а ты нам за это уж, пожалуйста, потрудись. Но Бог в эти игрушки не играет. Подношение оказывается для Израиля элементом, каким-то подобием вымогательства у Бога. Религия, понимаемая как культ, как то, что должно работать, как какой-то автомат, механизм, ты, мы тебе, ты нам и так далее. И все это называется, описывается Богом, как настоящее кощунство, противное Богу, которое, и все это надоело. Тут есть очень сильные слова. Ненавижу, гнушаюсь. Можно по-русски перевести современным русским языком. Допустим так. Меня тошнит, меня воротит, терпеть больше не могу все, что у вас есть, потому что все это вот не совсем то, что мне от вас надо. Замечу, замечу, что вот ни в этом стихе, ни дальше нет никаких слов про так называемую духовную жизнь человека, про посты, про молитвы и так далее. Как будто бы эта вещь, которая остается человеку для его личного какого-то использования, не касается отношений Бога и человека. Для Амоса в этом случае важно лишь одно. Социальная праведность, правосудие, снисхождение к бедняку, к должнику. И вот когда есть второе, то и первое, а именно культ, работает и правомерен, и Богу все это приятно. Читаем дальше. «Избавь меня от шума твоих песнопений, и звук твоих лир не желаю я слушать». Ну вот видите, песнопения, гимны, какие-то такие молитвословия, музыка. Может быть музыка нужна Богу, может быть нужно что-то ему духовное. Но нет, видите, избавь меня от этого. Не хочу твоих звуков и твоих песнопений я слушать. Что же, что же, Богу никак не угодить, ему не подходит ничто, получается так что ли? Но нет, нет, нет и нет, потому что глава 5 оканчивается тем, что Бог ожидает от своего народа. Пусть лучше рекой потечет правосудие, справедливость потоком несохнущим. Вот, видите, опять же, справедливость и правосудие. Правосудие и справедливость. И точка. И вроде бы, если это будет у вас работать, заработает, все хорошо, да, вы молодцы, я за вас вступлюсь. Но этого, видите, мы тут не находим в картине, описываемой Амосом. И в конце главы 5 есть стихи довольно непонятные. Это и загадка для толкователей, как правильно понимать эти стихи. Есть ряд подходов к тому, чтобы их понимать и каким-то нужным образом переводить. Итак, вот давайте сначала почитаем, потом будем разбирать эти стихи. 25-26 стихи главы 5. Разве жертвами и приношениями приходили вы, израильтяне, ко мне, кочуя 40 лет по пустыне. Знак вопроса. Вместе с вашим царем Секутом и богом-звездой Киюном, чьи изваяния вы сделали. И в конце читаем следующее. Я угоню вас в плен и не в Дамаск, а дальше, говорит Господь, чье имя Бог воинств. Как это понимать? Есть ряд толкований окончания главы 5. Ну, например, первая версия. 25-й стих описывает то, как было хорошо раньше у Бога и Израиля в их отношениях. Амос описывает так называемый медовый месяц в отношениях между мужем и женой, Израилем и Богом. Какой медовый месяц? А вот какой. Пустыня, скитание, когда всего было мало, не было храма, не было святилищ, и вот не было этой самой системы больших масштабных жертв, приношения, подношения и так далее. Не было такого развитого культа, но все было хорошо. А потом уже у вас начинаются вот эти вот вещи. Видите, какой-то у вас есть царь Секут, бог-звезда Ки-Юн, вот какие-то извояния, то есть сначала было хорошо, а потом все испортилось. Толкование первое. И вот за то, что испортилось, я вас угоню за Дамаск, то есть Месопотамию в Ассирию. Есть и еще одно, другое толкование этих последних трех стихов главы пятой книги пророка Амоса. Такое толкование. Когда мы были с вами еще в пустыне, вы были странниками, мы ходили с вами вместе, было мало культа, мало жертв, приношений. Уже тогда у вас были эти божества языческие секут, киюн и изваяние. То есть смысл такой, вы всегда были одинаковые, вы неисправимы. Из-за вашу неисправимость, из-за вашей хронической вот этой вот хромоногости, нечуткости, черствости с вами будет изгнание в Ассирию, в Месопотамию. И смысл другой, третий этих трех стихов таков. у вас все было хорошо в пустыне, когда мы вышли из Египта, потом не описывается ситуация, в этих стихах она описана выше, из-за того, что в вашей жизни социальная практика хромает, она коррумпирована, она нездоровая, она извращена, вот за это я вас угоню в плен, не в Дамаск, а дальше в Ассирию, Месопотамию. И вы там будете ходить с вашим царем Секутом и богом звездой Киюном и так далее и прочими извояниями, то есть вы будете участвовать в языческих ассирийских процессах и празднествах. Вы будете язычниками и вы там растворитесь. Дорогие братья и сестры, об этом рассказывает довольно тяжелая, такая серьезная, такая минорная пятая глава книги пророка Амоса. С вами священник Алексей Волочков из Петербурга и портал экзегет.ру Спасибо за внимание.